Двери первой городской больницы открыты для пациентов уже больше века. Здесь проходит лечение каждый четвертый Ивановец. Но учреждение это имеет важное значение не только в масштабах города, но и во всем регионе. По сути, это единственная областная инфекционная больница. Не так давно региональных властей дошли руки до обустройства и модернизации лечебницы с вековой историей. К сожалению, потому что здесь основной профиль инфекционный, эта больница не попала в проект модернизации здравоохранения, и мы не могли расходовать на нее федеральные средства. Поэтому мы сейчас сосредоточились на собственной силе и за счет областного бюджета и с поддержкой фонда обязательного медицинского страхования сегодня не только укрепляем материальную базу и переснащаем эту больницу и современным оборудованием, и мягким инвентарем. Лечебные корпуса, а их в больнице семь, приводят в порядок постепенно. В четырех уже произведен капитальный ремонт, установлено современное медицинское оборудование. Более того, обновлены даже предметы быта – холодильники, посуда, постельные принадлежности. Больной не должен чувствовать, наверное, разницы между домом и больницей, и наша задача – сократить этот разрыв. То есть, когда человек попадает в лечебное учреждение, ему, ну, скажем так, и так нехорошо, и плюс еще, если он будет плохо питаться, из плохой посуды, лежать в плохом билете, это, наверное, будет неправильно. А подходили по какому принципу? Ну, разумности, скорее всего, соотношение цена-качество, чтобы это как можно дольше служило соответствовать санитарным правилам и нормам. Двум корпусам капремонт предстоит еще только в следующем году. А вот этот, шестой, терапевтический, начнут обновлять уже в сентябре. Невооруженным глазом видно, что ремонт здесь напрашивается давно. Но пациенты не жалуются, наоборот, хвалят больницу. Ну, здесь на выходе есть табличка, что тишина тоже лечит. Да. Но здесь вот лечит не только тишина и не только лекарства, а забота. Да, ну, персонал-то мне должен быть, по-моему, хороший. Я так понимаю, жаловку на меня же никто не пишет, ни какие жаловки не понимают. Нет, нет, это халовка. Смотрите, весь персонал, с улыбкой. Да, 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 они мне тоже все очень симпатичные, хорошие специалисты. Модернизируется не только медицинское оборудование, но и хозяйственное. Функцию транспортного средства для перевозки мусора, листьев и тому подобного здесь уже долгие годы выполняет конь. Теперь на подмогу к нему придет вот этот трактор. Заменить копытного он, конечно, не сможет, но сильно облегчит ему труд. С конем все нормально, конь у нас работает, трудовой график его ненапряженный, все, в общем-то, неплохо. На фоне свежеотремонтированных корпусов Сиротлил виднеется, так и недостроенный хирургический. Здание было возведено почти 20 лет назад, но за это время его обустройство так и не сдвинулось с мертвой точки. Спустя годы было принято решение, что больница вообще не нуждается в таком масштабном хирургическом отделении. Сейчас медицинский недострой передан на баланс города. Именно городской мэрии предстоит довести строение Дума. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.